Псевдоаполодор Ну и уже, наверное, будет достаточно наших примеров. Упоменем еще, правда, Ликафрона, поэта, как его относят к третьему веку до нашей эры, где в одной из своих, вот он пишет, Из стикса мрачного струю, там некогда бессмертным термей Зевс для клятвы место дал, и в золотой сосуд оттуда воду лил, когда он на гигантов, на титанов шел. Великого Авидия Великого Авидия Вот-вот он нутро в пламя низвернет его. Нет, Юпитер, то бишь Зевс, велит его выхватить птицам, и коршун вырвал его, и зато в небе сияет звездой. Таков вот стикс и такова богиня под тем же именем. Словозлавный древний поэт Гесиот так пишет. Там обитает богиня, будящая ужас бессмертных, страшная стикс. Океана текущего круга образна. Старшая дочь вдалеке от бессмертных живет она в доме. Скалы нависли над домом, вокруг же повсюду колонны из серебра, и на них высоко он вздымается к небу. Быстрая на ноги дочерь Фау, Манта и Рида, лишь редко свестью примчится сюда по хребту широчайшему моря. Если раздоры и спор начинаются между бессмертных, если солжет кто-нибудь из богов на Олимпе живущих, с кружкою шлет золотой отец, мол, невержнец, и Риду, чтобы для клятвы великой богов принесла издалека многоименную воду холодную, что из высокой и недоступной струится скалы. Таковна стикс, как устация в Фиваиде, Эдип говорит. Боги, неправедных душ, блюстители в тесном для казней, Иринии, Тартари, стиксопоток свинцовый, несущий усопших, вижу тебя и частым моим привычной азовом. Поэты и тот же мы приведем отрывок из того же. Сидя тогда в срединном дворце несчастливого царства, за преступление судил народы правителя Ребба, долю людской не щадя, суров со всякою тенью. Фурии рядом стоят и разных смертей вереницы, И беспощадная казнь готовит гремящие цепи, Парки души сучат и тем же перстом обрекают. Труд непосильный, вблизи благодетельный минус С ужасным братом решенья блюдет, Наилучший умеряет ярость царя. Близ них, набухая огнем, их глаз слезами, Бдет флегитонный коцет. А Стикс богов обличает клятва преступных. Картинка соответствующая. Можете представить, она то ухудшается, И никакие умильные строки у других поэтов, которые стараются как-то облегчить и свою участь тем самым, Не уменьшают ужаса этого места. Продолжение следует... Продолжение следует...